МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда ко мне на Орловщину я работал комсомольским работником, приехал Иван Христофорович Баграмян. Он зажигал вечный огонь в памяти героев танкистов. Полк танковый, который начинал Орловскую-Курскую битву, из полка только два танка дошли до Орла. Из полка самоходов не одна. Там похоронены были его друзья и командиры. И он мне сказал, а знаешь, Геннадий, какой я первый вопрос задавал маршевым ротам, которые приходили для пополнения выбитых частей. Я говорю, какой? Он всегда, я спрашивал, сколько русских. Я был поражен. Он говорит, если не было более 50%, часть была небоеготовна, не было общего плеча, общей воли, а следовательно и победы. Это вопрос принципа сегодня, который обострен очень, который сегодня стоит на повестке дня, как вопрос номер один. Я недавно отправил всем членам Совета безопасности, включая президента, всем членам правительства, губернаторам, русский стержень нашей державы. За 30 лет эксперимента, который начал Ельцин, Чубайц и Гайдар, своими подельниками, русские потеряли ровно 20 миллионов. Было 121 миллион, в этом году будет меньше 100. Такие потери сопоставимы с потерями в годы Великой Отечественной войны. Мы считаем, что сейчас, когда новая эпидемия нас заставляет размышлять, о каким курсом мы шли, что надо делать и какую программу принимать, для рассмотрения этого вопроса мы не можем двигаться дальше. Поэтому я, как автор этого манифеста, настаиваю, чтобы Государственный Совет, правительство и Государственный Дума официально рассмотрели наши предложения. В рамках этого обращения есть 15 наших поправок, которые идут в Конституцию, есть 12 законов, которые направлены на формирование бюджета развития, есть наша стратегия и тактика по реализации резервов и ресурсов, которые есть у нашей страны. У нас есть большие еще резервы и ресурсы, но если будем покупать Сбербанки и опять вскармливать олигархию, которая баснословно обогатилась и по-прежнему даже не платит нормальные налоги, то страна не выдержит. Даже господин Чубайс недавно в интервью сказал, что сырьевая корова сдохла, что надо заниматься модернизацией. Если бы уже вместе с этим он сказал, что в результате тех реформ, которые он проводил вместе с Ельцином, они угробили все, что можно было и нужно было для модернизации. Они угробили 80 тысяч предприятий, почти 50 тысяч коллективных хозяйств, они угробили всю отраслевую науку, ведущие школы, они приватизировали Академию наук, они все сделали для того, чтобы страна не имела модернизации нормальной. У нас в Москве было полтора десятка суперклассных станкостроительных заводов, сейчас практически почти ничего не осталось. Поэтому вопрос сейчас стоит ребром, он должен быть рассмотрен официально. Я обращаюсь ко всем губернаторам, законодательным собраниям внимательно изучить наши предложения и дать нам ответ на это. Вместо этого, под прикровом коронавируса, что делается? Вносится закон о полиции, который разрешает полиции ломать вашу машину, не отмечать и разрешает принимать решение о стрельбе на поражение. На мой взгляд, это чистейшая полицейщина, и мы категорически будем выступать против такого закона. Он ничего не имеет с правами человека. Вносится предложение о том, чтобы составить список всех ваших данных и принять закон, по которому англосаксы будут контролировать каждого из вас. Ваши полные данные вносятся в реестр. И кто контролирует? Контролирует те, кто изготовляет железо, изготовляют американцы, кто, кто готовит программы, они же самые, кто, собственно, будет принимать решения? Те, кто контролирует систему власти и капиталы. У нас три четверти отраслей по существу подчиняется иностранным капиталам. Вообще-то говоря, это электронно-бытовой концлагерь, о котором фашисты, наверное, и не мечтали. Мы не только будем против голосовать, мы поддержим. Обратите внимание, впервые в Думу поступило 32 тысячи официальных обращений, 250 ученых обратились с той же самой просьбой. 125 тысяч зарегистрировано на сайте, никогда такого вала не было. Просим, отложите этот вопрос. Давайте проведем комплексное слушание и потом будем принимать решение. Нет, продавливают также под прикровом, под покровом, как в прошлый раз каникулу протаскивали закон о монетизации, под прикровом футбола протаскивали закон о пенсионке, так и сейчас пытаются использовать сложный момент для того, чтобы пропихнуть это решение. Мы внесли 12 конкретных предложений по борьбе с коронавирусом, и оказали они реальной помощи. Да, президент откликнулся по детям. 5 тысяч для тех, кто поменьше, и 10 тысяч побольше. 15 тысяч – это крохи для того, чтобы выживала семья с детьми. Посмотрите, какой крик идет из всех молодых семей, которые имеют 2-3 ребенка. Давайте усилим эту поддержку. Для этого есть все необходимое. Давайте поддержим тех, кто должен сегодня взращивать свой огород, свою дачу. У нас 40 миллионов таких. Месяц обращаюсь, помогите людям добраться до дачи, помогите им купить рассаду, довезите их в нужное место. Они там будут на санитарной удаленке, будут работать, реализовать. До вчерашнего дня ни на одной дороге вокруг Москвы нельзя было купить ни рассаду, ни цветы. Завершается сезон посадок, вы будете сажать позже. Я слушал тут Чаплин, по-моему, выступал. Такое ощущение, что он никогда ничего не сажал. Рассада будет вот такой, она вам не нужна. Она не в состоянии будет нормально развиваться и расти. Еще один вопрос, связанный с восстановлением науки. Я обратился официально к правительству и президенту. Давайте восстановим Академию медицинских наук. Давайте поддержим крупнейшие научные центры. Давайте все сделаем, чтобы восстановить медико-санитарную службу. Она в СССР была лучшей в мире. Мы лечили полпланеты, причем делали это блестяще и успешно. Вместо этого давайте продлим домашний арест еще на полмесяца. Что такое домашний арест для человека старше 65 лет? Это спертый воздух, это плохое питание, это отсутствие прогулки. Но вы говорите, у вас лекарства нет. А если нет лекарства, есть один у человека защитник, называется иммунитет. Но иммунитет-то в таких условиях становится хуже и хуже с каждым днем, а не лучше. С собакой можно погулять, а с ребенком нельзя. Старику нельзя выйти из своего дома в 10 часов вечера, чтобы вокруг дома обойти. Полиция ходит, ты нарушаешь общественный порядок. Мне кажется, власти надо повнимательнее прислушаться гражданам и реально оказывать помощь. Ну и обращение к Путину. Если ваше поручение по поддержке скорой помощи врачей и сестер с 8 апреля 5 недель не выполняют ваши исполнительные службы, значит у вас не работает никакой механизм дородоставки средств до тех, кому они позарез нужны. Менять надо эту тупиковую модель американизированного свойства, спекулятивную, грязную, воровскую и разрушительную. Надо подход менять. Если действительно мы патриоты, тогда надо снимать маску прежде всего с Мавзолея из Красной площади и дать возможность людям увидеть полноценный парад. Сталин и все наши генералы стояли в 41-м на 7-го ноября на Красной площади. Рядом Гитлер 200 самолетов в воздух поднял для того, чтобы бомбить. Никто не дрогнул, все проводили нормально этот парад и уходили в бой защищать Москву. В осажденном Сталинграде завод баррикады ремонтировал танки, а в Ленинграде в окружении работали все заводы. Вот такую волю надо проявлять тогда, когда нас обложили со всех сторон и не заниматься русофобией. Я посмотрел, обращаюсь, кто у нас Россия, отправил до Бородеева официально наше письмо. Были те, кто расправлялся с коммунистами. Гитлер ставил к стенке, сжигал в печах Муссолини, арестовывал и расстреливал. Франко расправлялся и вешал. Потом Маккарти продолжил это. Ельцин со своими подельниками тут безумствовал, собственно говоря. Теперь оказались там Багдасара у Соловьева будет запрещать. У него сейчас запретилка не выросла. Что вы запрещаете? Партию, за которую десятки миллионов голосуют, которая имеет 11 тысяч депутатов. Кто вам давал это право на государство телевидение за наши деньги эту лапшу вешать? Неужели отдуматься невозможно? Один тут разгоняет Совет Федерации, второй запрещает, а президент призывает, давайте вместе, как и Володин говорит, давайте бороться. Мы боремся конструктивно и грамотно. У нас есть программа, есть реальный курс, есть политическая воля, есть уникальный опыт. Тогда давайте вместе работать, но без русофобии, антисоветизма во имя интересов трудового народа.